Добрый вечер. На прошлом уроке мы практически завершили изучение недельного раздела «Вайра» и сегодня должны начать недельный раздел «Шмот». Так уж получилось, что и тот, и другой раздел «Торы» мы учили во время очень подходящее, в дни перед праздником Песоха, а сегодня продолжаем сразу, после Песоха. Так что темы все актуальны. В разделе «Вайра» описываются одна за другой семь так называемых казней египетских, семь ударов по Египту, и три остаются на начало недельного раздела «По». Поэтому вот на этом самом месте, когда мы закончили одну главу, начинаем другую, имеет смысл здесь остановиться и вспомнить, что в пасхальной Агаде, которую мы читали всего лишь чуть больше недели тому назад, Раби Иуда разделил все удары по Египту на три группы «Дацах», «Адаш», «Беахав», «Дацах», «Дамцвардеакеним», «Кровь», «Лягушки», «Вош». Следующая, третья группа «Аров», «Девер», «Шхин», то есть смешение, скопище, зверей, хищных. «Девер», «Мор», который поразил Египет, и затем кожные болезни с нарывами ужасные, это вторая группа. И третья группа начинается с «Барат», «Град», «Градом» завершилась как раз глава «Вайра», и следующие три удара «Арбе», то есть «Саранча», «Тьма» и последний удар «Смерть первенцев», они уже приходятся на недельный раздел «Бо». В чем смысл его разделения? Если он их разделил на три группы, значит, здесь какая-то должна быть логика. Поэтому комментаторы испокон веков всегда старались один за другим дать объяснение, в чем смысл и какова его классификация «Ребюта», почему он разделил это именно на такие группы 3, 3 и 4, когда из последней третьей группы 4 совершенно явно, что 3 до смерти первенцев – это одна подгруппа, и смерть первенцев, она стоит отдельно. Вот я хотел бы остановиться на некоторых объяснениях и разделения, которые дал Раби Юнда. Первое разделение классическое и часто в трудах многих комментаторов появляющиеся наиболее. Среди комментаторов Тора наиболее кратко это приводит Мальбин, и пишет он так. Первая группа из трех казней, то есть кровь, лягушки и вошь, она пришла показать существование Всевышнего, которое фараон отрицал. И знаем, что началось все с того, что Моше потребовал от фараона «Отпусти мой народ, чтобы…» Так говорит Ашем Бог Израиля «Отпусти мой народ для того, чтобы они послужили мне». Что было от фараона? Ответ фараона был прост. «А кто такой Бог, чтобы я выслушался?» То есть самое первое, то, что сказал фараон, отрицание «Я с Богом не знаком, у нас такого Бога не числится, не знаю, поэтому, почему я должен вообще ему подчиняться». На это был ответ первых трех казней. Можно это подтвердить тем, что в тексте по поводу этих трех казней сказано смысл и цель этих казней, как сама Тора их говорит, сказано там «Чтобы ты знал, что я Бог». «Деван теда, чтобы ты знал, что я Бог». То есть на вопрос фараона «А кто такой Бог, чтобы я слушался Его?» на это ответ. Бог – это Тот, Который правит абсолютно природой, и поэтому Ему подчиняются и река, и флора, и фауна, и всё что. Творец мира, Творец природы, поэтому тебе тоже придётся рано или поздно Ему подчиниться. Это первая группа. Вторая группа продолжает Мальбин. Из трёх казней, вторая группа – это оров, дикие звери, мор, скота и затем нарывы на коже, она пришла показать божественное провидение. То есть фараон уже после того, как мог он уже убедиться в том, что есть Тот, Кто управляет природой, есть Творец мира. Это Бог, Который и требует от Него отпустить евреев. Дальше, следующий пункт. Кто сказал, что Бог хорошо, пусть Бог создал мир, пусть Он им управляет. Кто сказал, что Он знает поступки людей, что Он вмешивается в управление миром. Это вопрос о провидении. Фараон не верил в то, что Всевышний контролирует происходящее на земле, то есть каждого отдельного человека и каждое отдельное событие. Поэтому во всех трёх казнях из этой второй группы всегда проходит разделение между евреями и египтянами. Всегда есть вот это разделение с египтянами. Дикие звери, которые врываются на улицы города, они нападают на египтян, на евреев они не нападают. Хотя и египтяне, и евреи могут сидеть в это время в одном месте, проходить по одной улице, нападут на египтянина, на еврея не нападут. Чёткое разделение. То же самое по поводу морскота. Морскота. Скот погиб у египтян, у евреев ни одного не погибло. То же самое болезни, всё и во всём этом, как сказано, чтобы ты знал, что я Бог на земле. Чтобы ты не думал, что я Бог на небесах, который… Бог на небесах – условное обозначение, понимание того, что Бог, правда, создал мир, но он не вмешивается в происходящее на земле. Так вот для того, чтобы ты знал, что я Бог на земле, для этого приходит вторая группа из трёх ударов. И, наконец, третья. Продолжает Мальби. Муше сообщил фараону, что цель третьей группы казней, которые будут на него насланы, это показать, что Всевышнему принадлежит абсолютная и ни с чем несравнимая власть. То есть после того, как фараон уже мог согласиться, что есть Бог. И после того, как он мог воочию убедиться в том, что он управляет миром, и что он управляет тем, что происходит на земле, и что он хорошо различает, и он хорошо знает всё происходящее, и все удары, они точечные, хирургические. Они точно различают между египтянином и евреем. После этого пока что ещё есть что возразить. А именно, да, конечно, Бог согласен, действительно, велик, могуч, знает, умеет и прочее. Но в Египте есть ещё боги, тоже могучие. А кто сильнее, это ещё бабушка на дверь сказала. Это может быть в какой-то ситуации, может быть так, в какой-то ситуации, может быть по-другому, в каких-то определённых аспектах. Может быть, египетские боги, они сильнее будут. Фараон сам считал себя Богом, он тоже, Нил – Бог, и он – Бог, и ещё там. Поэтому здесь нужно было выбить эту последнюю, разрушить последний бастион фараона, а именно доказать абсолютную, то есть единственность Бога, абсолютная, ничем и никем не ограниченная власть. Поэтому, даже после того, как было доказано существование Всевышнего и Божественное провидение над всем миром, фараон думал, что в мире есть и другие боги, которые иногда могут переселить Всевышнего. Это сказано, чтобы ты знал, и поэтому все три последних казни, они сопровождаются вот этим самым посылом, чтобы ты узнал, что нет подобного мне на земле. Не думать о том, чтобы ты узнал, что я бог, или это, чтобы ты узнал, что я бог на земле, чтобы ты узнал то, что нет подобного на земле. Это то, что писал Рамбов, и это, как я сказал, классическое разделение. В трудах очень многих комментаторов оно присутствует, может быть, сказано другими словами, но идея та же самая и повторяется. Можно увидеть и другие различия между этими тремя группами. Первая группа – кровь, лягушки и вошь – это была, можно сказать, чисто психологическая война с египтянами. То есть, серьезного урона она не наносила, ни материального, ни физического. Но что здесь было? Здесь был жуткий, страшный удар по гордости, по эго и фараона, и всех египтян, по их достоинству. В тот момент, когда невозможно, можно себе только представить ощущение человека, который зачерпнет стакан воды и вдруг, поднеся к рту, почувствует, что это кровь, омерзение. То же самое лягушки. Что они? Лягушки ничего не съели, они ничего не уничтожили, они ничего не кусались, ничего. Никакого такого вреда они не наносили. Но омерзение жуткое. Понятно, что человек – это удар психологический, это психологическая война. То же самое вошь. Неприятно, конечно, чешется. Но это еще не урон, это не ущерб. Конечно же, человек, которому приходится все время чесаться, который не встанет, в особенности, оказавшись на людях, ему время от времени нужно судорожно чесать ту или иную часть тела, это унижает его достоинство страшно. А уж тем более, если этот человек еще к тому же венценосный царь, властитель крупнейшей державы, которая существует в мире. Это все три первых удара, они были, по сути, психологическими. Нужно было сломать эту непомерную, неимоверную гордыню египтян. Вторая группа, это уже, вторая группа наносит уже вред настоящий. И это, причем она бьет уже по телу, по телу людей, либо скота. Сначала это были звери, звери кусались, это уже было серьезно, это уже было больно, это уже не вошь, это куда-куда серьезнее. Могли вообще загрызть. Затем мор скота, не людей, но скота, тоже удар по телу. И затем уже это шхин, то есть нарывы, которые покрыли кожу египтян, здесь египтян тоже уже поразил их тела. Третья группа, она полностью разрушила египетскую экономику. Сначала это был град, который побил все, что можно было побить, град таких неимоверных размеров и такой силы удара, что он побил и ранние культуры, которые тогда уже взошли, и паревые деревья – это удар страшнейший. Вслед за этим пришло еще более просто страшное. Смерть уже, что называется, это саранча, которая ничего не оставила, уничтожила все. Нашествие саранчи – это действительно страшная вещь. Затем тьма, которая полностью вообще парализовала всю жизнь в стране, то есть вся экономика страны этими самыми тремя ударами была разрушена полностью. Ну, а последнее, третье – смерть первенцев, это уже стоит в стране, это уже, собственно, для того, чтобы вывести евреев из Египта. Пожалуй, есть смысл привести еще одно объяснение. Равирш в своем комментарии Кторе дает совершенно ни на кого не похожее объяснение. Его, если представить себе все эти 9 ударов, представить их себе в таблицу, то его разделение – оно другое. То есть он объясняет, что в каждой из этих групп первый из этих трех ударов, он связан с первым ударом второй группы и с первым ударом третьей группы. И наоборот, второй удар первой группы, он тематически связан со вторым ударом второй группы и со вторым ударом третьей группы. И точно так же третий удар и каждый групп. В чем здесь смысл? Говорит Равир, может быть, я зачитаю его слова, при более тщательном изучении, замечая, что эти три группы, которые указал Рабиуда, Датса Хадаш Беахав, тесно связаны с тремя основными аспектами египетского изгнания, от которых евреи должны были избавиться в результате освобождения. Что представляли собой эти три составляющие египетского галута? Первое, он называет их Герут, Авдуд и Инуд, то есть Герут – то, что евреи были чужаками, пришельцами в Египте, и, будучи чужаками и пришельцами, они не имели там прав, были лишены прав. Второе, то, что их поработили. Наконец, третье, то, что их угнетали и садистски и планомерно мучили. Это тоже было. Вот все те девять казней египетских, они должны были ударить по именно этим трем пунктам. Что значит ударить? Они должны были привести к тому, чтобы египтяне почувствовали то, что они причинили евреям, чтобы они почувствовали это на своей шкуре. Продолжает Раввирш. Значит, чуждость, то есть бесправие пришельцев, рабство и угнетение – это составляющие той судьбы, на которую египтяне обрекли евреев. Надо было заставить их испытать то же самое, чтобы они поняли, как несправедливы и жестоки они были, издеваясь над беззащитным народом. И на собственной шкуре почувствовали горечь мук, которые претерпевали их жертвы. Это по отношению ко многим верно. Объяснять им, что они несправедливы, объяснять им, что они жестоки, объяснять им, что они бесчеловечны – это не поможет. Но если такой человек почувствует на своей шкуре, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь до него дойдёт. Вот это Всевышний и делает. Только это не значит, что первая группа – дацах, кровь, лягушки, ивши – она посвящена вопросу гейру, то есть бесправия пришельцев, а вторая группа посвящена порабощению, третья группа посвящена угнетению. Нет, наоборот. В каждой из этих трёх групп первый удар, он указывает на бесправность пришельцев, второй удар в каждой из трёх групп указывает на рабство, которым египтяне обрекли евреев, и третий удар, он уже устраивает мучения, даёт возможность египтянам помучиться. Как? Кровь, дикие звери и град продемонстрировали египтянам, что они, кровь, дикие звери, значит, первый, четвёртый и седьмой удар продемонстрировали египтянам, что они сами являются чужаками в собственности стране и вряд ли имеют право ставить Израиль вне закона. Лягушки, мор и саранча, то есть второй, пятый и восьмой удар доказали им, насколько беспочвенно их представление о собственном превосходстве над народом, который они довели до положения рабов. И, наконец, вши, нарывы и тьма, то есть третий, шестой и девятый удар были теми бедствиями, которые дали египтянам почувствовать, что значит подчиняться планомерному режиму мучений. И, наконец, поражение первенцев, это уже здесь все объяснения закончились, оно завершает эти группы казни и приносит освобождение. Это, собственно говоря, освобождение Израиля. Теперь более подробно. Каким образом? Как кровь, кровь, дикие звери и град, каким образом они дали возможность египтянам почувствовать, что они сами пришельцы в своей собственной стране? Что они чужаки. Кто такой чужак? Чуждость. Чужак – это человек, чье длительное пребывание в каком-либо месте зависит от воли и терпения исконного жителя. У него нет собственных прав. Он не может сказать, а я гражданин, я житель этого города, я исконный, мое право здесь. Прижелец. Пустили тебя, скажи спасибо. Завтра ты нам надоел, дверь находится вот там, пошел. И поэтому нет прав. Самоуверенность Египта основывалась на реке Нил. Египтяне действительно были очень гордые нации. Ко всем пришельцам они относились одинаково, с большим презрением. Называли всех, сегодня бы называли всех словом хапиру, не различая вообще между различными народами. Хапиру – это приблизительно, в современном сленге – это бомжи. То есть люди, которые не имеют своей собственной земли, не имеют прав, не оседлые на этой земле, пришедшие сюда. Поэтому они над ними возносились, смотрели на них, естественно, сверху вниз. В чем египтяне чувствовали, что они жители великой страны? Великой страной это место сделал Нил. Благодаря Нилу это была очень плодородная страна и потому действительно очень богатая. И вот почему египтяне на собственной земле вели себя более надменно, чем любая другая национальность. Они считали, что не зависят даже от воли небес. Как известно, пророк приводит фразу, вставляя ее в уста фараона, «Ли юри ваони осетини, река моя, она мне принадлежит, и я сам себя сделал». То есть фараон, была там довольно сложная теология, фараон не считался родившимся просто так, как любой смертный, он был божеством, а божество оно же не может просто так, ну это может быть у грехов могли божества каким-то образом порождать друг друга, а у египтян этого не могло быть, поэтому фараон он сам себя порождал, он сам был отцом Нила, одновременно каким-то образом был его и сыном. Сложно. Так или иначе, «Ли юри ваони осетини, я, вот такое ощущение, я божество, я сам себе, я не завишу ни от кого, ни от Бога, ни от кого, сам себе хозяин Нила». Превратив воды Нила в кровь, Бог как бы сказал, когда вы говорите, «Ваша река, моя река мне принадлежит, река не вам принадлежит, река мне принадлежит, я здесь хозяин, ваша река, она не ваша, а наша, как там говорили, было ваше, стало наше». На самом деле никогда и не было ваше, всегда было наше. Если я пожелаю, так ваша река пересохнет и принесет вам разорение вместо благополучия и процветания. Она извергнет вас. И вы сами, кто вы здесь такие только? Вы только жильцы, приживальщики, жильцы. Я вам даю возможность жить, скажите спасибо. Вы живете здесь только до тех пор, пока я желаю, чтобы вы на ней оставались. Это самое первое. Почувствовали египтяне, что они не хозяева в собственной стране, что есть другой хозяин, который их терпит не больше того. Поэтому нет у них основы для того, чтобы разноситься над евреем. Второе. Теперь четвёртый удар зверей. Четвёртый удар, который является первым для второй группы. Насылая на египтян диких зверей, Бог показал им, что лишь благодаря Его повелению дикие звери освобождают на земле место человека. Мы так привыкли, что в городе, где мы живём, дикие звери не бывают. Змеи по улицам обычно не ползают. Шакалы тоже не бегают, волки не ходят и так далее. В лесу – это другое дело. Вы же пошли в лес, там их епархия. И мы к этому разделению привыкли. Здесь наше место, а там их место. Так вот, нет такого объективного закона, по которому это должно быть так. Только воля Всевышнего, чтобы животные соблюдали некоторую границу, не пересекали её и оставляли. То есть тот респект и тот страх, который испытывает животное перед человеком, заставляет его прятаться от человека в лесу. И животное не вторгается в города. Но как только Всевышний снимает ту самую невидимую границу, так и животные тут же заполнили города. Богу достаточно одного слова, чтобы исчез барьер. Тут самый невидимый барьер между человеком и хищником. И тогда даже в собственном доме человек не будет в безопасности, как говорят наши мудрецы в Узнае Торе, что всё это зверьё врывалось в дома египтян. Поэтому даже в своём собственном доме человек не чувствовал себя в безопасности. То есть вся вера в то, что мой дом, моя крепость, она тоже разрушилась этим самым четвёртым ударом. Звери будут обходить стороной только те места, где живут люди, которых египтяне презрительно считают чужаками, не имеющими законных прав. Вот как раз дома евреев хищники не будут трогать. Дома евреев оказались их крепостью. А дома египтян нет. Наконец, седьмой удар, град, он тоже работает именно в этой самой области по вопросу чуждости. Бог показал египтянам, что к их полнейшему ужасу достаточно одного высочайшего кивка свыше, чтобы полностью изменить климат в стране. В Египте осадков-то почти нет. Египет – плодороднейшая страна, конечно, но благодаря разливу Нила. А осадков там нет. И вдруг… Обычно в Египте выпадает очень мало осадков. Всю необходимую влагу даёт Нил. Поэтому египтяне никогда прежде вообще не видели града. Для жителей средней полосы может быть град – это естественное явление. По нескольку раз в год бывает. А для египтяне такого не видели. Поэтому в тот момент, когда на них посыпался град, они поняли, что вообще конец света. О, климат меняется. Всё. Вот неожиданно они становятся свидетелями небывалого атмосферного явления, которые воспринимают как зловещее предупреждение о возможном коренном изменении климатических условий. Конец света. Конец света. Вот почему о предстоящей казни их извещают в следующих словах. Как Муше сказал, на этот раз я пошлю все мои казни в твоё сердце. Все мои казни. То есть, эта казнь, она как все остальные вместе взятые. Почему? Потому, что они ощутили, что просто конец света. То есть, ни в своём доме они хозяева, ни над своей рекой они хозяева, ни в своей стране они хозяева. И вообще их страна на их словах превращается в нечто другое, уходит, климат изменяется, всё, конец. Так это первый, четвёртый и седьмой удар, которые открывают каждую из трёх групп, указанных Рабьёдой Датса Хадашбеха. Теперь вторые удары. Вторые удары они должны показать египтянам, дать им урок по поводу рабства, которому они обрекли еврейский народ. Это были лягушки, мор и саранча. Второй, четвёртый и восьмой удар. Почему один человек пробощает другого? Какое люди находят оправдание тому, что один человек пробощает другого и обращается с ним, как с вещью? Одно из двух. Хозяин, который считает, что он выше своего раба, пребывает в дайном заблуждении. Либо, если бы спросить любого рабовладельца, почему он пробощал других людей? Найдём два ответа. Один человек скажет, а я просто богатый, я его могу купить вот и всё, за деньги. То есть, его богатство, его материальное положение, оно позволяет ему смотреть на других людей сверху вниз настолько, что он в состоянии даже относиться к ним, как к рабам, как к вещам. Второй вариант – это происхождение. Я дворянин, а он смерть, а он холоп. То есть, моё происхождение, то, что я происхожу от кого-то, кто подносил ночной горшок императору или ещё кому-нибудь, а я его седьмое, восьмое поколение, поэтому я могу прообращать смердов, холопов и так далее. Так вот, хозяин, который считает, что он выше своего раба, пребывает в двойном заблуждении, высокомерно причисляя себя к высшим существам. А высшим существом он себя считает либо по своему богатству, либо по своему происхождению. И необоснованно полагая, что это, то, что он высшее существо, даёт ему право и власть. Что ему даёт на это? Власть и богатство. Ну, если ты считаешь себя высшим существом, а так, безусловно, себя считали египтяне, они считали себя высшими существами. Посмотрим. Лягушки. Самые робкие создания, которые обычно прячутся от человека в болотах и камешах. Вдруг они ныне выходят из своих убежищ, смело вторгаются в дома людей, дерзко прыгают даже на тела правителя страны. То есть, тот, кто себя считает высшим существом, не в состоянии избавиться от вот этих вот самых-самых примитивных, животных, которые прыгают в него, не боятся людей, должны были бояться бы людей. Тут вдруг потеряли всякий страх перед людьми. Не бояться, прыгают на них, лишая их таким образом представления о собственном превосходстве. Не только что собственном превосходстве. Человеческое достоинство они потеряли полностью в результате этого общения с лягушками. Показывает, что даже самые маленькие ничтожные существа потеряли к ним всякое уважение. Вот этот самый респект, этот страх перед человеком, который, в общем-то, и делает человека высшим существом по отношению к животным. Здесь не только не хищники, не львы, не медведи, а лягушки потеряли даже. Кто вы вообще такие, если лягушка на вас плюет? Затем четвертый удар – мор, поражая их лошадей. Прежде всего удар был по лошадям. Лошади – это гордость и слава Египта. Затем их ослов и верблюдов. Ослы и верблюды – это уже экономическая основа. Вьючные животные, которые перевозят имущество. Крупный и мелкий скот. Затем появляется саранча, которая уничтожила все, что уцелело после града. То есть ощущение своего превосходства на основе богатства, оно тоже уходит, потому что Египет в этот момент превратился просто в нищую страну, которой, кроме как просить у соседей подаяние кусочка хлеба, ничего не осталось. Теперь третий удар в каждую из групп, которые Рабиуду указал. Значит, третий, третья казнь, шестая и девятая. Начинается это с вшей. Вошь, затем нарывы на коже и тьма, они уже связаны с угнетением, то есть с мучением. Так египтянам дали почувствовать, что значит мучиться. Первое мучение от вшей – это еще только вступление, это еще мучение, безусловно, но это еще только первый аккорд. Египтяне узнали, что значит вести жизнь полную мучений, болей и лишений. Этот урок содержал физическую боль. Сначала от вшей, потом от нарывов, нарывов, которые приходилось все время расчесывать. И затем три дня тьмы, в которые никто не мог встать, они были обречены попросту на голод, когда человеку три дня не дают есть, это очень тяжело, который вызвала в Египте тьма. Богу не нужно цепей и клеток, чтобы держать человека в неволе. Это рабовладельцу нужны цепи и клетки для того, чтобы удержать раба в неволе. А Богу это не нужно. Он пригвоздил всех египтян к тому месту, на котором они сидели, и никто из них не смог даже встать. Он погружает людей во мрак ночи и не решаясь двинуться с места, где их настигает тьма, люди остаются без пищи до тех пор, пока он вновь не дарует им свет. Это объяснение от классификации Рапшимшина Тайлирша. Она оригинальная, интересная, поскольку она даёт здесь не только разделение рабьёда, деца, хадаш, бехав, но и объясняет каждую из трёх позиций переход от первой и второй, и третьей казни, затем четвёртая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Следует заметить ещё одну вещь, прежде чем мы начинаем следующую главу, главу Бо. Начинается она, слово Бо, что означает, сказал Бог Муше, войди к фараону, иди к фараону, ибо я ожесточил его сердце, и сердце его рабов, ради того, чтобы я явил среди них мои знамения. Иди к фараону. Здесь тоже мы можем видеть, Абену Бахья пишет об этом снова классификация ударов, она вот какая. Можно увидеть, что в каждой группе из трёх ударов первые два удара были с предупреждениями, третий без всякого предупреждения, третий был уже наказанием. Первый предупреждает, смотри, отпусти нас, если ты нас не отпускаешь, с тобой случится, то ты идёшь. Второй раз тоже предупреждение, после того, как два раза тебя предупреждали, и никаких выводов ты не сделал, и ты всё равно не слушаешься, тогда получай по голове. Третий удар приходит без предупреждения, это уже наказание. Снова начинается вторая группа, Адаш, тоже первые два, то есть зверьё и мор с предупреждением, затем шхин, на рыбы приходят без всякого предупреждения. И точно так же третья группа. Более того, Гатрабы и Бахья, предупреждения, они тоже чётко разные. Первое и второе предупреждения, то есть предупреждения о первом ударе и втором, они тоже отличаются друг от друга. Чем они отличаются друг от друга? Если вспомним, когда всё начиналось с крови, так по поводу крови было сказано, Муше, иди предстань перед фараоном рано утром, когда он выходит к воде, когда он выходит к реке. То есть первое предупреждение происходит не во дворце фараона, а в тот момент, когда рано утром фараон выходит к реке. Известный комментарий наших мудрецов, почему именно когда он выходит к реке, ибо фараон, который выдавал себя за божество, стеснялся того, что ему нужно ходить в туалет, как-то божество, которое ходит в туалет, как-то это не вяжется, не увязывается. Поэтому он весь день терпел, а рано-рано утром втихаря в зарослях камыша, тростника ходил к реке за нуждой. Именно там Муше должен был его поймать, именно там он должен был к нему предстань. Это первый удар. Второй, по поводу второго, по поводу лягушек, то там уже было сказано, ты иди во дворец фараона. И так каждый раз. Из каждой из трёх групп первый удар – пойди к реке, то есть поймай фараона у реки рано утром, а второе предупреждение – иди к нему во дворец и дай ему это предупреждение, когда он находится у себя во дворце. Так, в первой группе, третий удар – он без предупреждения, так, в первой группе, так, во второй. И вот теперь начинается третья группа. После того, как был, как последний удар в главе Вайра, Барат, то есть Град, по поводу него Муше говорил с фараоном, у реки, то теперь следующее предупреждение по поводу восьмого удара, по поводу саранчи, здесь уже иди отправляйся во дворец к фараону. Итак, и сказал Бог Муше, войди к фараону, войди, имеется в виду, иди к нему во дворец, не на реку, а во дворец. Ибо я ожесточил его сердце и сердце его рабов, ради того, чтобы я явил среди них мои знамения, и чтобы ты рассказывал твоему сыну и сыну твоего сына о том, как я издевался над египтянами, и о моих знамениях, которые я вершил среди них, и ты узнаешь, что я – Бог. Комментатор обращает внимание, что в этой фразе есть нечто новое, чего не было до сих пор. Во-первых, Всевышний здесь сообщает, перед тем, как Муше идет к фараону, он сообщает ему, что он отягчил его сердце. До сих пор этого не было. Второе. Войди к фараону, а для чего? А что нужно там делать? Пойти к фараону для чего? Не сказано здесь для чего? Наконец, третье. То, что Всевышний ожесточил сердце фараона, ну уже раз уже ожесточил, два уже ожесточил. Зачем дальше-то? Для чего все это дальнейшее? Вот это вопросы, которые возникают здесь, в этих первых строчках. Раши, комментируя самый первый стих, пишет так. «И сказал Бог, Муше, войди к фараону, чтобы предостеречь ему». То есть, хотя в тексте не сказано, что ты иди для того, чтобы предупредить и дать ему предостережение о приближающемся ударе, но это имеется в виду. А иначе для чего он его посылает? Какой смысл иначе тогда идти? Ну, а что касается сообщения о том, что ожесточил его сердце? На этот тему Раш ничего не пишет. Рамбан касается этого вопроса. И пишет он так. Всевышний сообщил Муше, что поскольку при казни градом египтяне прониклись ужасом перед ним и признались в своем грехе, он ожесточил их сердца. Почему? Для чего? И он пояснил Муше, что сделал это, чтобы совершить в Египте свои знамения, чтобы египтяне познали его могущество. Однако они не будут наказаны сильнее из-за этого, потому что Всевышний уже отягчил их сердца. Что Рамбан хочет сказать? Почему нужно было здесь сообщить Муше, что Всевышний отягчил его сердце? Ведь в общем и целом в самом начале Всевышний объяснил, что такое будет. Он не говорил конкретно по поводу одного конкретного удара. Но в целом, что такое явление будет, это уже сказано. Поэтому по отношению к другим, к тем макот, которые были после пятой, шестая, седьмая, Всевышний ничего не говорил, он не говорит, иди к фараону, а я отягчил его сердце. Нет этого. Именно здесь появляется. Почему? Вот вопрос. Можно, быть может, снова читаю Рамбана. Всевышний сообщил Муше, что поскольку при казни градам египтяне прониклись ужасом перед ним и признали в своем грехе, он ожесточил их сердца. Может быть, Рамбан имеет в виду следующее, что Муше недоумевает, что произошло. Ведь перед этим, после того, как был град, град, как мы сказали, произвел потрясающее впечатление на египтян, просто не было ощущение конца света. И после этого фараон сдается. И более того, он признается, что я и мой народ, мы грешники. Мы против вас огрешили. Ну, если так, то как может быть, что он снова после того, как он обещал уже все, не только обещал отпустить, не просто обещание отпустить, только не бейте, я сделаю все, что вы хотите, я подпишу, все, что надо, только не бейте. Нет. Здесь было больше. Здесь было признание того, что я и мой народ, мы грешники. Как после этого фараон снова заупрямился и говорит, нет, не пущу я вас. Это, наверное, было ему непонятно. А что Всевышний ему говорит? А ты не удивляйся. Ты не удивляйся. Это я ожесточил его сердце. Сам бы он, безусловно, на этом бы остался. Он бы вас отпустил уже. А то, что он сейчас снова заупрямился, это мое дело. А спросишь, зачем я это делаю? А это для того, чтобы, и он пояснил муше, что сделал это для того, чтобы завершить в Египте свои знамения, и чтобы египтяне познали его могущество. Что касается наказания, наказание они за это не понесут, потому что это уже я ожесточил их сердце. Если это то, что имеет в виду Рамбан, и так на самом деле более конкретно пишет Рашпан, внук Раши, что Всевышний здесь просто объясняет муше, что не стоит ему удивляться на поведение фараона, то это не очень ясно. Сложность есть с таким объяснением. Трудность определённая. Что за трудность? Ведь ещё до этого муше перед тем, как ушёл от фараона, он сказал ему такую фразу, а я знаю, что вы ещё, вы, то есть фараон и все его слуги вокруг, что вы ещё не боитесь Бога. Значит, муше знает, значит, для него это не сюрприз, то, что фараон снова заупрямился и отказывается их отпускать. Поэтому чему нужно было тогда ему объяснять, здесь его действие, его поведение. Муше сам это знает. Асфорну останавливается на этом вопросе и говорит он приблизительно следующее. «То, что муше сказал, а я ещё знаю, что вы ещё Бога не боитесь, это муше, конечно, знал. То, что они ещё не боятся Бога, это ему понятно. Но при всём при том он вполне мог ожидать, что под ударами фараон уже окончательно склонился, что удары довели по крайней мере из страха за себя после того, что произошло во время Града, после этого, казалось бы, из страха за себя. Но не надо уже упрямиться. Сколько раз фараон уже знал, что после того, как он в очередной запасу упрямился, на этом всё не кончается, был ещё один удар, ещё один удар, ещё, 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 ещё. Так уже если он боится за себя, по идее, должен был бы остановиться, по идее, должен был бы отпустить их. Поэтому Всевышнему пришлось здесь объяснить, что это верно, действительно, по крайней мере, из страха за себя он должен был бы отпустить, но это я вмешался, это я ожесточил его сердце. Ну и смысл, вот здесь интересно, смысл, с одной стороны, вроде бы написано в пасуке. Интересно, что многие комментаторы считают необходимым объяснить, а для чего же всё-таки вот это вот продолжение ещё раз и ещё раз ожесточило его сердце. Это написано в стихе, прямо текстом. Всё это, я ожесточил его сердце и сердце его рабов, кстати, не только сердце фараона, но ещё сердце его рабов. Рахаим объясняет здесь, почему нужно было ожесточить сердце его рабов, чтобы они не доверены фараона и не говорили ему, слушай, нужно уже кончать это дело, как на самом деле будет в дальнейшем. Всё это для чего? Чтобы я явил среди них мои знамения, вот что Всевышний хочет. Проявить свои знамения. А для чего ему нужно проявить свои знамения? Чтобы ты рассказывал своему сыну и сыну твоего сына о том, как я издевался над египтянами. И о моих знамениях. Вот, казалось бы, и объяснение. Но комментаторы на этом не ограничиваются. Рамбан входит в этот вопрос. Он объяснил Моше, что сделается, чтобы совершить в Египте свои знамения, чтобы египтяне познали его могущество. Исформа тоже об этом пишет. Исформа тоже об этом пишет. Может быть, понятно, что не все. Понятно, что большинство с ним ничего не получится. Но может быть, хотя бы… То есть, Всевышний готов идти на такие невероятные, невероятные, природные, колоссальные бедствия, как нашествие саранчи, как град, как вся эта тьма египетская. Все это для того, чтобы хотя бы, может быть, хоть какие-нибудь египтяне, хоть кто-нибудь, один, два, три человека хотя бы сделают шугу, хотя бы кто-нибудь рассказывался. Хотя бы кто-нибудь. Еще раз, с формой говорить, про египтян. Хотя бы хоть кто-нибудь из египтян у нас здесь. А второе? Второе для того, чтобы… То, что сказано в стихе, для того, чтобы евреи из поколения в поколение, прежде всего, за Пасхальным Седором, и в дальнейшем рассказывали своим потомкам о величии Всевышнего, о его безграничной власти, которую он и проявил в Египте. Почему не сказано в тексте, что Муше должен дать ему предупреждение фараону и предупредить его о надвигающейся опасности, о саранче? Раши ничего не сказал на эту тему. Раши просто написал, сказал, Бог, лучше войди к фараону, чтобы предупредить его. В этом цель. А почему Тора об этом? Почему это остается на устную Тору, которую нужно приводить в комментариях? Почему бы этого не было написано напрямую в тексте? Харамбан отвечает, потому что так это вполне привычно в Торе, а именно, Тора очень часто сокращает и опускает детали, которые в дальнейшем могут быть поняты из последующего рассказа. Если сказано Муше и дико фараону, и сразу вслед за этим начинается нашествие саранчи, значит, читателю, у которого есть у него разум, он тут же 2 плюс 2, у него получается простое понимание, значит, Муше и послали для того, чтобы предупредить, что смотри, будет саранча. Поэтому Тора не рассказывает о тех деталях, которые каждый может сам понять из дальнейшего повествования. Одна вещь все-таки очень здесь мешала мне на протяжении многих-многих лет, пока я вдруг не услышал от одного очень серьёзного раввина объяснения. Так Всевышний ожесточил сердце фараона для того, чтобы увеличить свои знамения, а это ему нужно, как пишет Форн, может быть, кто-то чуву сделает, и чтобы ты рассказывал своему сыну и сыну твоего сына о чём? О том, как я издевался над египтянами. Вот что надо рассказывать, что Всевышний издевался над египтянами. Это немножко нехорошо звучит, издеваться. Как-то. Что значит издеваться, когда враг уже повержен? То есть, иными словами, что здесь сказано? Враг повержен, и от силы Египта не осталось уже ничего. Фараон уже, это было и раньше, то есть, результат вот этого последнего удара градом, такая бомбардировка свыше, что после него фараон на лопатках. Полностью повержен, побеждён. Издеваться, это означает, когда противник уже повержен, побеждён, он уже лежит, он уже на лопатках, это подойти к нему и ещё и ногой ему ещё подогдать. Так, а зачем он уже лежит? Это что, это по-еврейски-то? Всевышний говорит, чтобы ты рассказывал, как я издевался над египтянам. Да, они уже лежат, они уже на лопатках, а ещё, а ещё ногой ему. Понятно, что это было сделано для евреев. С египтянами борьба, с египтянами она закончена, они повержены, они на коленях. А евреям нужно, вот это нужно было для евреев. Почему это нужно для евреев? Майоралис Праги в Нецех Исраэль объясняет следующую вещь, что новое существование, новое бытиё, скажем так, оно возникает, так Всевышний построил этот мир, что оно возникает на обломках старого. Нет плавного перехода из одного в другой. Возьмите картошку, посадите её в землю, вырастет растение, в конечном итоге там будут ещё клубни, новые клубни картошки. Здорово. А что со старым клубнем? Он тоже там остался? Нет. А он сгнил? Ну нет. А почему бы так нельзя сделать, чтобы из одного клубни росли другие, а тот тоже бы оставался, из него бы почковались каким-нибудь образом другие клубничные люди? Вот так вот не получается. Он должен умереть, он должен погибнуть. Новое бытиё возникает из уничтожения предыдущего. Так и вся жизнь человека. Есть три стадии жизни человека. Есть жизнь утробная, а потом есть жизнь послеутробная, или она же жизнь до смерти. С точки зрения утробной жизни – это смерть, есть прекращение предыдущего бытия, начинается новое совершенно, совершенно и новое. Плод, конечно, он тот же самый плод, но совсем-совсем другое. А в дальнейшем это ещё сильнее. Для того, чтобы перейти к следующей стадии, к третьей, после, то для этого вообще тело человека должно исчезнуть полностью. И эта третья стадия жизни начинается на обломках старого, когда старая жизнь полностью уничтожается. Точно так же наши мудрецы говорят, есть очень интересное место в Талмуне, в трактате «Сын и Дрин», там сказано так. Равнахман спросил Равицхака, и не знаешь ли ты, когда придёт… он хотел спросить, когда придёт Машер, но выразил это в очень странной форме, и знаешь ли ты, когда придёт Барнафли? Барнафли – это слоган нофель, то есть падать, падающий. Иными словами, когда придёт падающий? Не понял, такой падающий, который должен прийти, что это за падающий? Я имею в виду Машер, почему тут Машер Барнафли, почему Машер вдруг связан с падением? Вот как же сказал Равнахман? Всё очень просто. Это же просто пасук. Стих написан у пророка Амоса. «В тот день я подниму упавшую суку Давида», упавший шалаш Давида. То есть царство Давида. Всевышний обещает его возродить. Как? Упавшую суку. Сначала этот шалаш должен упасть, упасть и полностью разрушиться, а вот потом я его подниму. А может, он всё-таки кое-как он стоит, может быть, его просто Всевышний чуть-чуть подопрёт, чуть-чуть его поднимет, чуть-чуть… Нет, не так. Он сначала упадёт, сначала полное разрушение, полное разрушение. И именно так наши мудрецы объясняют, как будет выглядеть мир, есть очень известная последняя мишна в трактате Сута, как будет выглядеть мир перед приходом Машиеха. Полный развал, совершеннейший развал всей человеческой жизни по всем статьям. Экономический – полнейший развал. Политический – тоже развал. Культурный развал, отношения между людьми совершенно. С точки зрения политической все институты власти всё погниёт, всё сгниёт от начала до конца. И отношения между людьми внутри семьи тоже невозможны. Невестка встаёт против свекрови по полной совершеннице. И настолько, настолько все обнаглеют, что старики будут вставать перед молодыми. Есть известная история, как Рабики Вегер и Яков из Лисы, а они с Сивис, они шли вместе по бульвару, а на скамеечке сидело несколько молодых людей, евреев. Два очень пожилых и очень почтенных известных раввинов прошли мимо. Никто из молодых людей, не обратил внимание, и не встал. Так, Рабики Вегер сказал, о, иква задым шиха, это уже, ну, если уже так, мы видим, что худство Язги настолько, настолько наглость выросла, как обещают там, что они даже не встали, на что ответил ему Рабьяков из Лисы, это не так, это ещё, мы ещё до этого не дошли. Перед приходом шиха это будет так, мы с тобой будем сидеть на скамеечке, мимо пройдут несколько пацанов, и когда мы перед ними не встанут, они посмотрят друг на друга и скажут, о, худство Язги, видишь, какое оно хастие, старики даже не встают. Вот это вот перед приходом шиха, полный-полный развал. Почему? Да потому что снова, новая жизнь, новое бытие, оно не может возникнуть из старого, старое должно погибнуть, старое должно полностью уйти, на это мы его ставим. Так вот, еврейский народ сейчас начинает свою новую жизнь, жизнь еврейского народа, как народа Израиля, избранного народа. Он не может строить её, как продолжение жизни в качестве египетских рабов. Поэтому всё, что составляло основу этой самой жизни, и всё, что составляло неправильный путь, не тот путь, по которому еврейский народ должен идти, оно всё должно быть размазано так, чтобы от него ничего, 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 ничего не осталось. Поэтому фараон и Египет просто сейчас размазываются. Они уже на коленях, они уже побеждены. Говорят, да, всё равно, и ещё раз ногой поддываются, для того, чтобы довести их до нуля. Чтобы не было такого ощущения, что мы были в Египте. В Египте, конечно, они не хорошие люди в Египте, они в Бога не верят, они развратники, они… Но они тоже люди, у них тоже что-то есть, есть там какие-то… Нельзя начинать на этом новую жизнь, так нельзя. Нужно довести всё, что составляло, что представляло собой хоть какую-то важность в их жизни в Египте, нужно довести до нуля. Вот это и называется издеваться. Издеваться, смеяться, превращать их в смех, превращать их в посмешище, привести их в состояние ноль, без палочки. Поэтому ещё один удар. Они уже на лопатках, они уже лежат, совершенно верно. Ещё один удар, и ещё один удар, и ещё один удар. Всё это для чего? Для того, чтобы ты рассказал своему сыну, как я издевался над Египта. Что ты должен рассказать своему сыну? То, как Египет был доведён, низведён до нуля полнейшего. Нет никакой важности. Это не то, что у них что-то есть, а у нас лучше. Нет, абсолютно ноль, полнейший ноль. Вот с этого можно было начинать строить еврейский народ. С этого можно было начинать новую еврейскую жизнь. А всё уже потом. В дальнейшем могут быть совершенно другие отношения, но начинать новую жизнь, начало новой жизни, новое бытие начинается с полного уничтожения старого. Как там весь мир насилием разрушен до основной. Так вот, но смысл он действительно такой. Старый мир, из которого еврейский народ уходит, должен уйти. Для того, чтобы начать новую еврейскую жизнь, нужно покончить с прежней. Полностью покончить. Завести её до нуля. А потом уже можно начинать новую жизнь.